Доброго времени суток, друзья! И приветствую всех на канале Airzone Game. Сегодня мы с вами посмотрим один из игровых продуктов в жанре симуляторов. Это симулятор автозаправщика. На данный момент существует только демо-версия. И как вы можете увидеть, полная игра скоро будет. Ну а пока разработчики предлагают нам ознакомиться с данным игровым продуктом в демо-версии. Ну, в общем-то, куда мы сейчас зайдем и посмотрим, что же это за игра. На мой взгляд, это один из ряда однообразных симуляторов, которые уже сейчас стоят на потоке. Это и кар-механик симулятор, и мотоцикл симулятор, и симулятор механика электропоездов, и вор, симулятор вора. Ну и, в общем-то, ряд уже таких вот однообразных симуляторов выходит. И я думаю, что вот это один из таких. Давайте смотреть, как это выглядит. Идет катсцена, в которой мы движемся по трассе, видимо, 66 многоточия, натыкаясь на своем пути на заброшенную автозаправочную станцию. Видимо, по лору этого симулятора мы не натыкаемся на нее, а едем целенаправленно. Потому что данная заправка принадлежит некоему дяде, то есть родственнику нашего героя. И, соответственно, по завершению этой катсцены мы достигаем точки, в которой, в общем-то, исследовали. Нас поздравляют с покупкой этой вот автозаправочной станции. Ну и 12 часов спустя. Ну и, в общем-то, вот начинается игровой процесс. Заметные знакомые механики. Уже используются не в одной игре. Кстати, прикольно, кстати, сделано. Вот можно выкидывать мусор, за что получать очки. Ну, почему-то, видимо, дается один раз. Как уже сказал, очень много разных симуляторов повыходило. Ну и вот еще один такой же симулятор. В общем-то, как и многие, ничем не выделяется наряду с другими. Принцип один и тот же. Сначала вам дается какая-то постройка, вот типа этой. Да, вот как, например, на том же ранч-симулятор или механик-симулятор. Сначала надо привести в порядок вот то, что вам предлагается. Ну и потихоньку-потихоньку проследовать по линейке и по развитию дальше. В общем-то, не знаю. Задание выполнено. Вот мы его выполнили. Вот таким вот образом все это выглядит. В данном случае это просто демо-версия игры. Как вот в начале было написано, полная версия выйдет уже скоро. Ну и я думаю, как и у многих симуляторов, и у этой игры тоже найдутся свои поклонники. Я, например, не особо люблю вот подобный жанр, хотя жанр симуляторов мне вообще нравится. Но в последнее время пошла тенденция вот каких-то однотипных симуляторов наподобие вот то, что мы сейчас видим. Так, эта доска у нас не снимается, я так понимаю. Забагалась что ли? Ну, есть еще косячки у этой игры. Как бы это демо-версия, поэтому, ну, надеюсь, что на релизе все будет работать гораздо лучше. Ну, пока вот такая она, данная игра. Как я и сказал, что я, в принципе, люблю жанр симулятора, но вот очень много однотипных их стало наподобие вот... О, как у меня аккуратненько они сложились, досочки-то. Наподобие вот яркий представитель последних игр в этом жанре. Это вот Ranch Simulator, который выполнен, ну, просто один в один с игрой Miss Survival на том же движке с использованием той же самой графической архитектуры. Прямо один в один выполнено. Даже сразу и не узнаешь, в какую игру мы играем. Так, вначале нужно следовать вот таким вот заданиям, которые выскакивают от таблички, там написано, что вам надо делать. Ну, это демо-версия, поэтому разработчики стараются вот в этом маленьком кусочке, которые они нам предлагают сейчас, показать, в общем-то, как будет выполнена данная игрушка. Ну, а как она оформлена, вы сейчас видите. Как и многие симуляторы, вот, которые выходят в последнее время, на графическую составляющую разработчики, так сказать, ну, мягко если сказать, то не обращают внимания. Видимо, ударение ставится на сам геймплей. Так, что же нам дальше надо сделать-то? Ммм, подойти к телефонной будке. Поздравляю с покупкой и инвестициями, Племеш. Давненько ты не слышал мой голос. Да, я занятой человек, но, к счастью, земля, на которой ты хозяйничаешь, принадлежит моему отцу. Поскольку ты не только потенциальный деловой партнер, но и семья, я сделаю все возможное, чтобы тебе помочь. Я буду регулярно посылать тебе электронные письма с информацией о том, что делать по всем вопросам. Будь внимателен, но мне пора. Приятно было снова с тобой поболтать. Удачи! Ну и вот мы получили сообщение. Естественно, сразу же загорается маркер на вот этой вот карте. Она небольшая. В общем-то, я даже не знаю, есть ли возможность уйти куда-то туда, вот в пустыню. Ну, для интереса давайте проверим. Но я не думаю, что здесь в этом симуляторе будет возможность куда-то далеко ходить. Где-то вот там вот есть город. Попробуем идти в том направлении. Ну вот, видите, все, назад. Нету возможности далеко ходить. То есть, небольшая локация. Идем на маркер, который загорелся. Кстати, пока по пути снимем еще вот эти вот досочки. Раз уж это, в принципе, надо сделать, пускай это будет сделано. Верхняя досочка. А, здесь она снимается. Здесь снимается, а вот это вот забагалось. Ну, как я и сказал, начальная версия. Поэтому надеюсь, что в дальнейшем такого не будет. Заколочено все. Ну и вот, исходя из того, что нам сейчас какой-то дядя... Видимо, родственные отношения здесь какие-то... Еще обыгрываются в лоре этой мини-игрушечки. На данный момент мини-игрушки. Ну и вот такие вот помещения. Туалет на данный момент. Они закрыты. Ну, будут, наверное, в полной версии игры. На данный момент их нету. Ничего здесь не работает. Как бы... А, вот есть стоимость. Ну, скорее всего, что в полной версии игры данное помещение будет работать. Пока оно, вот, к сожалению, не работает. И не будет работать. Потому что я уже пробовал зайти, посмотреть, что это такое. Что из себя представляет эта игрушка. Вот как она съезжает. Аккуратно. Так, доски я снял все. Хорошо, идем на маркер, который отмечен на карте. Светится вот такой вот компьютер, на который будут приходить вот эти вот сообщения. Сообщения, на самом деле, такие достаточно бесполезные. То, что уже нам дядя рассказал, то оно и будет. Ну, а сейчас нам нужно залезть вот в такой вот, как здесь написано, мини-экскаватор. Его зовут Руди. И попробовать его заправить. Управление, надо сказать, ну, достаточно печальное. Если честно, вида от первого лица нету. Вот, закончилось у нас топливо. Ну, и естественно, что следующим заданием будет заправить этот мини-трактор. Мини-экскаватор. Все отображается значками, где мы что берем. Все это здесь показано. Естественно, идем на маркер. Берем канистру. Ну, и читаем, как с этой канистрой надо взаимодействовать. В общем-то, все достаточно просто и понятно. Ну, как и во всех этих вот симуляторах, которые сейчас выходят просто как из конвейера с какого-то. Все достаточно просто. Возвращаемся к компьютеру. Здесь у нас есть доставка. Пока работает только одна вкладка. Ну, на релизе, соответственно, будет работать все. Поставка топлива. Заправляем. Все. Задание выполнено. Ну, и теперь нам надо заправить нашу канистру. Заходим через кнопку Tab в меню. Выбираем канистру. Ну, и дальше взаимодействие с заправочной станцией, которая происходит автоматически. Все. Заправили. Идем к нашему мини-трактору. Здесь находим горловину. К сожалению, вот эта куча мне не дает подойти. Да что ты будешь делать? Ну, это пробная версия. Так сказать, демо-версия. Поэтому и очень хочется надеяться, что в дальнейшем это все поисправит. Ну, давайте зальем вот так вот. Видите, все равно игра нам позволяет даже на такой дистанции это сделать. Все. Убираем канистру. И садимся обратно в трактор, чтобы выполнить следующее задание. А следующее задание надо убрать... Да, блин, это текучи. Кстати, вот такие вот кучи нам и надо убрать. Поведение этого Боб Кэта, или как это еще можно назвать, трактора, ну, такое себе. Камера всегда пытается отцентроваться сама собой. Уборка вот этих вот песчаных кучек, ну, вот так вот выглядит. В общем, мы подъезжаем, нажимаем левую кнопку мыши. Ну, вот, все, она убралась. Теперь надо отвезти и высыпать ее, ну, на маркер, который загорелся. Можете заметить, что покраснели трубы у трактора. Зачем это сделано, не знаю. Какая-то чушь, если честно. Ну, в общем, нажимаем правую кнопку мыши, и трубы остывают. Далее проследуем вот к этой куче. Опять нажимаем левую кнопку мыши. Все происходит само собой. Я ничего не делал. Я просто нажимаю один раз левую кнопку мыши. Все считается, что мы выгрузили. Ну, проделываем то же самое со второй кучей. После очистки двух этих куч ставим этот трактор так, чтобы он не мешал проезду. Потому что дальше здесь, вот по этой дороге, будут ездить машины. Ну, на заправку вот сюда, вот если им надо будет проехать. Убираем его так, чтобы он нам не мешал. Ну, и согласно следующей метке, включаем вывеску. Все, как бы наш бизнес считается открытым. И идем на следующее задание. Так игра и будет нас гонять вот по таким вот маркерам. Ускорения в передвижении персонажа нету. То есть, вот он ходит с одной и той же скоростью. То есть, кнопка shift нас никак не ускоряет. Ну, а далее есть вот такая вот локация. Пока она ни хрена не задействована. Может быть, в дальнейшем здесь что-то нужно будет сделать. Пока не знаю. Вот, серьезно, не знаю, что это такое. Тоже как демонстрация, скорее всего, того, что будет еще в игре. А одним из того, что будет, это вот такой вот игровой аппарат. Взаимодействуем с ним. И у нас есть возможность погонять вот на такой вот машинке. Тоже такое себе, ну... Не знаю, как это вот этот игровой автомат и вот эта машинка впишется в дальнейшее развитие этого персонажа на этой заправочной станции. Не знаю. Наверное, может быть, посетители могут в это поиграть. Скорее всего, так. Ну, пока это вот мы просто проезжаем эту мини-трассу и на этом все заканчивается. Как я сказал, скорее всего, это вот такая вот демонстрация просто возможностей того, что будет в дальнейшем в этой игре. Выполнено, надо сказать, так себе, вот это вот катание. Ну и, в общем, все. Вот мы закончили. И в дальнейшем это, в общем-то, никак больше не задействовано. Просто вот авторы игры показали, что есть такая вот возможность. Ну и как-то это, может быть, будет дальше задействовано. Наверное, это будет стоять вот в основном помещении. И те, кто приезжают, клиенты, заправки, наверное, будут этим пользоваться. Дальше мы видим, что вот уже есть один клиент. Надо его заправить. Заправка происходит только после того, как NPC вышел из своего автотранспорта. Взаимодействуем с колонкой. Естественно, идет опять табличка разъясняющая. Подходим к баку. Также левой кнопкой мыши взаимодействуем. Можно ускорить шифтом. Основная задача это остановиться там, где нарисована стрелочка. Если четко остановились, то вам дают чаевые. Вот и все. Далее персонаж, не персонаж, вернее, дали NPC-шка. Может что-нибудь зайти и купить у вас. Но пока вот здесь такой бардак, они сюда заходить не будут. Ну, а чтобы очистить помещение, заходим в компьютер. Берем инструменты. И вот здесь загорается то, что нам нужно сделать. Для начала купить мусорные мешки. Покупаем. Также клавишей TAB. Заходим в меню, выбираем этот мешок. И начинаем туда складировать то, что подсвечивается. Система взаимодействия с элементами, которые сейчас разбросаны по полу, очень напоминает все остальные симуляторы. Они подсвечиваются, они выделяются, значит с ними можно взаимодействовать. Ну и все, опять же, левой кнопкой мыши начинаем собирать весь хлам, который здесь представлен разбросом. После наполнения, как мы забьем весь мешок, он из рук выпадает и валяется здесь же на полу, потом его нужно будет выбрасывать уже отдельным образом. Вот он у нас вывалился. Ну и собираем дальше. Пока есть мешки, есть этот мусор, надо его весь собирать. И после наполнения всех мешков загораются следующие маркеры, это уже мусорные контейнеры, куда мы можем выбрасывать и эти мешки, и, как видите, загорелись все остальные предметы, которые тоже надо отсюда выносить и забрасывать в эти мусорные контейнеры. Выполняется все точно так же. Подходим к тому, что выделяется, несем в контейнер, зажимаем правую кнопку мыши, выкидываем. Ну и так с каждым элементом. Выбросить все сразу возможности нет. Все выкидывается по одному элементу. Конечно же, это займет приличное время. Таких вот элементов, одних досок вы можете заметить, очень большое количество. И все это надо выкидывать по одному элементу. Не знаю, наверное, мне так кажется, что все-таки на релизе как-то это подработает, ну, потому что, ну, заметьте, сколько вообще этих предметов. Тут этим заниматься мне сейчас придется, наверное, минут 20, блин. Потому что, ну, одни только доски займут приличное время. Каждый элемент носить вот так вот взял, отнес, взял, отнес. Ну, такое себе, я вам скажу, занятие. А заниматься этим надо, потому что, ну, задание есть задание. В общем, пока я, наверное, этим не буду вас утруждать. Сейчас я за кадром это все уберу. И уже вернемся, когда будет следующее занятие. Ну, и я очистил помещение, контейнеры все заполнены. Соответственно, нужно теперь подойти к компьютеру. Выбираем вкладку «Мусор». И, естественно, заказываем вывоз этих самых контейнеров с мусором. Задание выполнено. Далее, чтобы, видимо, не было скучно, разработчики придумали вот такое вот занятие. К вам прибегает некий пацаненок. Вот он. Глупо, глупо очень над вами смеется. И он будет, как бы, хулиганить и красить ваши стены. Чтобы его припугнуть, надо в него что-то запустить. Вот таким вот образом бросаем у него доску, и он убегает. На стенах он оставляет вот такие вот граффити, которые вам предстоит в дальнейшем постоянно закрашивать. Прибегает он достаточно часто, но больше я его показывать не буду, потому что это только потратим время. Но, таким образом, разработчики предлагают нам сделать следующее. Покрасить наш дом. И вот это выполнено достаточно симпатично, на мой взгляд. Выбираем дом. Как видите, загораются панели. Через компьютер покупаем инструмент. Ну, кисточку или валик. Далее, опять через кнопку Tab, заходим в меню, выбираем кисточку. Опять вылетает воспомогательное менюшка, разъясняющее, что, в общем-то, неплохо. Ну, и далее зажимаем левый Shift, как это написано в правом нижнем углу. Выбираем цвет, который хотим покрасить. Цвета все представлены. Ну, я выберу оранжевый, чтобы было поярче. И взаимодействуем со стеной. Как надо красить? Надо, чтобы вот эта стрелочка в круге была всегда в зеленой зоне. Начинаем нажимать на нее и держим ее в зеленой зоне. Пока мы держим в зеленой зоне, стена красится. Все, мы покрасили. Итак, передвигаемся на следующий участок. Все то же самое. Держим стрелочку в зеленой зоне. Зеленая зона будет стремиться от вас убежать. Бывает, получаются вот такие вот промахи, но это не страшно. Стена все равно красится. Ну, и вот таким вот несложным способом перекрашиваем весь наш заправочный центр. Офисное здание, ну, или как это еще можно по-другому назвать. Ну, и вот спустя какое-то время периодически подъезжают машины. Надо их заправлять, надо красить, надо отгонять этого мальчугана с баллончиком. В общем, спустя какое-то время я все-таки покрасил здание вот в такой вот оранжевый цвет с коричневыми окантовочками. Выглядит прикольно, но вот сама механика покраски мне особо не понравилась. Можно было бы сделать что-то типа, ну, действительно, мазни кисточкой или что-то. Вот это вот колесико, которое мы ловим в зеленую зону, так себе на самом деле. Ну, в общем, вот, получилось у меня вот так. Далее, как я и сказал, периодически подъезжают машины, надо их заправлять. Это немножко притормаживает остальные действия, но это же симулятор заправщика, поэтому это надо постоянно делать. Ну, и переходим к следующему заданию. Как вы видите, мы разобрали все хлам, но остались следы. Данные следы будут периодически появляться. Ну, посетители будут приходить, и эти следы будут периодически появляться, появляться, и надо будет их убирать. Точно так же заходим через тап в меню, берем швабру, читаем то, что написано, и начинаем убирать. Левой кнопкой мыши просто держим ее, и все. Вот так вот происходит уборка. Все следы надо убрать. В левом верхнем углу есть индикатор загрязнения, да, вот сейчас он в красной, в оранжевой зоне. Его-то нам и надо довести до зеленого состояния. В общем-то, вот и все. Вот таким вот образом мы убираем. То есть, это не только симулятор заправщика, еще и симулятор уборщика. Вообще, это я бы сказал, что игра, наверное, будет все-таки на любителя. На любителя подобного жанра. Мы выполнили, как видите, задание, хотя следы еще есть. Лучше убрать все, потому что сейчас начнут ходить посетители туда-сюда, и эти следы будут все равно появляться. Лучше убрать их все. Хуже от этого не станет. И передвигаемся к следующему заданию. Задания так и будут бесконечно появляться. Тут мы подбираем отмычку. Для чего же она нужна? Отмычка нужна для того, чтобы открывать вот эти вот сломанные машины, которые здесь же и валяются. Выглядит это вот таким вот образом. Подходим к машине, и здесь такой отсыл, да, к Скайриму, к Фоллауту. Точно так же выбираем удобное место. И пробуем открыть. Нащупываем вот это самое слабое место в этом замке, и все. Мы открыли. Пока машина только одна. Вот это вот. В дальнейшем, наверное, будут задействованы все, которые валяются вокруг. Здесь есть очень много разбитых локаций. В дальнейшем, когда игра выйдет в релиз, они будут задействованы. Сейчас они просто, они сейчас просто есть, но с ними взаимодействовать нельзя. Рабочая локация это вот это. Здесь мы и проводим большую часть времени. Ну, а в этих машинах можно найти, ну, какой-то лут, в общем-то. Ну, и, наверное, в дальнейшем можно будет их точно так же сдать на металл, потому что вот эта дорога в дальнейшем тоже будет задействована. Ну, а это все будет нам мешать. Но это будет на релизе, а на данный момент это не работает. Далее же у нас открывается в компьютере еще один пункт. Это оборудование. Как видите, оборудование снаружи пока закрыто, есть только внутреннее. Из внутреннего представлена вешалка для шляп, химия для автомобилей и алкоголь. Выставляем все три. Выставлять можно, ну, где угодно, где вам это заблагорассудится. Начнем, наверное, со стойки для шляп. Далее опять заходим в меню, оборудование, алкогольная стойка. Алкогольную стойку поставим тоже недалеко от входа, где-нибудь вот здесь. Почему она ломаная? Да бог ее знает, блин. Почему-то покупаем уже ломаное оборудование. Ну и рядышком поставим стойку для автохимии, которая тоже почему-то не особо новая. Все. Далее идем обратно к компьютеру. И выбираем уже не внутреннее оборудование, а наружнее. Тут нам предлагается купить место для парковки, которое засыпано песком. На данный момент это делается бесплатно, вот здесь это написано. Но купить его можно только после того, как мы его очистим. Очищаем все с помощью того же, на мой взгляд, абсолютно криво выполненного трактора. Подъезжаем так же, как мы делали это с первыми двумя кучами. Подъезжаем к ней, зажимаем левую кнопку мыши. В какой момент, я до сих пор не могу понять. Куча уменьшается, и отвозим ее в ту же самую яму, куда мы сбрасывали и первые две кучи. Опять перегреваются трубы почему-то, непонятно почему. Ну и вообще, управление данным трактором такое себе, я бы так сказал. И после того, как мы убрали эту кучу песка, возвращаемся к компьютеру, и уже теперь точно покупаем это место для парковки. Вуаля, и теперь есть три парковочных места. В дальнейшем их будет больше, но пока игра представляет только вот такое вот количество. Возвращаемся к телефону, и прослушиваем сообщение от дяди. Ну и выясняется, что дядя-то не особо хороший оказался. Как бы помочь-то помог, но теперь требует деньги. И деньги тебе надо отдать за 10 минут. То ли это сделано специально, то ли нет. Вот, кстати, пришла помощь от дяди, которую мы и раскладываем благополучно на этих вот полочках. За эту помощь дядя просит отдать ему в коротчайшие сроки 5 тысяч, которых, конечно же, я так думаю, заработать практически невозможно. После того, как помощь, которая пришла от дяди в виде вот этих вот автохимии, шляп и алкоголя вы расставили, посетители начинают подходить с покупками. Их надо обслуживать. Ну и тут вся сложность. Главное не пропустить товар сразу же в корзину. Его сначала надо пропикать, и только потом опустить в корзину. Если товар сразу упадет в корзину, то он засчитается вам как бесплатный. Клиент его заберет, а оплата не пройдет. Вот и все. Таким вот образом пропикиваем весь товар. Как это сделается, не знаю, в каком-то магазине пятерочка. Кстати, много набрал человек что-то у нас тут. Пипец алкоголев и всякой автохимии. Ну и все. Вот он расплатился с нами, денежка поступила. Как я и говорил, видите, начинают появляться следы, которые надо будет заметать, потому что если грязь дойдет до красной зоны, посетители перестанут сюда заходить. Поэтому периодически придется брать швабру и все это быстренько выметать. Еще вот и нагадил здесь что-то он. И вот здесь уже мусора набросали. И этим они будут, в общем-то, посетители, имеется в виду, заниматься. Также берем мешочек и собираем туда весь хлам, который посетители оставляют. Не забывая при этом, что еще и подъезжают машины на заправку. Машины тоже надо все время периодически заправлять. Машины подъезжают теперь как сюда, так и на стоянку. Видите, три места мы сделали, и вот теперь сюда приезжают покупатели, те, кто не хочет заправляться, а просто что-то приобрести. Вот еще одна машинка подъезжает. Пока, как я и сказал, всего три места. И возможности расширить в этой демо-версии пока нет. В дальнейшем, судя по локации, которая задействована в этой игре, будет много всего. И вот эта вот трасса с аттракционами, и вот здесь вот еще есть какое-то разбитое здание, а за ним еще находится и гараж, который, ну, пока не действует. Он есть, там уже есть даже наполнение, как вот я показывал, и туалет, в который есть платный вход, полтора доллара. Но все это пока еще не работает. Ну и принцип игры вот такой вот. Подходят покупатели. В дальнейшем, естественно, функционал будет больше. Обслуживаем покупателей, обслуживаем транспорт, который подъезжает. Опять убираем следы. Бежим к автомобилю, который приехал на заправку. Ну и вот таким образом суетимся, развивая свой бизнес. Машины подъезжают, ну, с завидной регулярностью. Я бы, наверное, так сказал. Автотранспорт достаточно одинаковый. Несколько моделей. Вот я, кстати, получил чаевые 5 долларов. И заработано мною за это время 797 долларов. Осталось у меня 30 секунд, чтобы отдать дяде деньги. Естественно, что за это время заработать 5000, ну, невозможно. Я так думаю, что это сделано разработчиками специально для именно демо-версии, чтобы показать, в общем-то, весь функционал, который здесь будет в дальнейшем. И разборки с мафией в виде вот этого дяди, который сначала помогает, а потом просит вернуть деньги в кратчайшие сроки. Заработать, как я и сказал, 5000 за вот это вот время, отведенное здесь в игре, невозможно. Ну, вот и все. Как бы время мое кончилось. Нужно будет идти к телефонной будке. Естественно, по меточке, которая загорается. И вот тут вот звонок от дяди. Вот такая вот, друзья, игра, которая, мне кажется, найдет своего пользователя, но я считаю, это мое субъективное мнение, что эта игра не для массового потребителя, не для всех, потому что она не уникальна, она достаточно банальна, но в ней есть какой-то интерес, который заставит, наверное, любителей симуляторов именно вот такого вот направления в ней залипнуть. Лично мне она показалась достаточно банальной и скучной, но я хоть и любитель симуляторов, но для меня, мне кажется, что сейчас вообще идет какая-то вот волна однотипных, похожих друг на друга, симуляторов. Если взять там, например, механик автомобилей, механик мотоциклов, механик железнодорожных составов, все однотипное меняется только вот модели, да, мотоциклы, машины или это электропоезда, если взять, например, игру Ranch Simulator, да, симулятор ранча, да, вообще построена на том же самом движке, что и стоит игра Miss Survival, которая, в общем-то, из жанра выживалки, ну, а если зайти на одну карту, а потом на другую, то вы поймете, что это практически одна и та же игра, только разные взаимодействия. В общем, сейчас идет такой поток каких-то симуляторов, ну, и это вот тоже один из них. Очень похожие и знакомые нам механики, построенные на движке Unreal. Ну, вот такой вот у меня получился краткий обзорчик, и, в общем-то, я думаю, что любителям данного направления, симуляторов вот таких вот простеньких, на мой взгляд, игра должна понравиться. Мне же она особо не зашла. Ну, и на этом будем заканчивать. Спасибо всем, кто посмотрел. Заходите, играйте, получайте удовольствие. Ну, и всего вам доброго.